Укладка как в рекламе для сухих и пористых волос. Сегодня поделюсь с вами своим секретным способом. Тем временем вот так вот выглядят мои волосы, которые я просто помыла шампунем, нанесла маску, нанесла несмываемые средства и просто высушила феном. Запомните это до и приступаем к укладке. В первую очередь я мою голову и сегодня буду использовать свои новые средства. Это шампунь К18, шампунь глубокой очистки. Такой шампунь мы используем не чаще одного раза в неделю. Он создан специально для того, чтобы очистить наши волосы от каких-то остатков стайлинговых средств, от лака, от гелий, от всего того, что остается на наших волосах и с чем наш обычный шампунь не справляется. Такой шампунь действительно очень тщательно очищает голову, при этом он волосы не сушит, что, кстати, часто бывает с шампунями ШГО. После него волосы остаются свежими гораздо более долго. После мытья я буду использовать свою любимую маску К18. Я уже про нее рассказывала, у меня есть видео на канале с подробным разбором, кому эта маска нужна и для каких волос она подходит. Наношу несколько нажатий на волосы и пару слов про эту маску. Многие мне писали в комментариях о том, что мне нужно попробовать масло К18, потому что оно дополняет эффект маски. И так как маска К18 это все-таки средство для окрашенных волос, для окрашенных волос и поврежденных, Мои волосы не окрашены, но так как я часто использую какое-то термическое воздействие, конечно же на них есть повреждения. Но, повторюсь, если у вас окрашены поврежденные волосы, то вы заметите больше эффект от этой маски, чем обладательницы натуральных волос. После нанесения маски я выжидаю 4 минуты и далее буду наносить новое для меня средство. Это масло К18. Именно про это масло вы многие писали, о том, что это очень крутое средство. И если маска К18, она дает более восстанавливающий эффект нашим волосам, то именно это масло придает уже такой красивый и визуальный блестящий лоск и блеск. В описании к этому маслу было написано, что его нужно использовать от 1 до 3 капель. Забегая вперед, скажу, что именно так его и нужно использовать. Я нанесла побольше, чтобы наверняка, и, честно говоря, переборщила с этим средством, поэтому не повторяйте моих ошибок. Масло мы наносим также от кончиков, продвигаясь чуть выше по длине. Выжидаем 4 минуты и приступаем к нашей привычной укладке. Так как масло обладает у нас защитными свойствами, термозащиту я не наношу и приступаю сразу же к сушке и непосредственно к укладке. На 80% я высушила волосы и сейчас мы начинаем создавать магию на моих пористых волосах. С помощью вот такой вот щетки брашинга. Вы можете использовать брашинг или насадку на дайсон. В общем, все что угодно, что может работать таким же подобным образом. Для чего мы это делаем? Я беру вот эту вот щетку и накручиваю на нее плоские пряди своих волос, примерно в таком хаотичном порядке. Для того, чтобы разгладить чешуйки. Впоследствии на каждую прядь я накручиваю бигуди, для того, чтобы прядь высыхала в правильном положении, в правильном направлении с запечатанными чешуйками. Это нам нужно для того, чтобы волосы из пористых и непослушных, торчащих в разные стороны, стали такими однородными, гладкими, красивыми и красиво лежащими. И да, это не способ завивки, это способ укладки волос, сушки волос, для того, чтобы сделать волосы объемными, прямыми, с таким небольшим красивым завитком. Вы спросите, почему не использовать для этих целей утюжок? Но дело в том, что когда мы укладываем наши волосы на утюжок, волосы теряют какой-либо объем. Они становятся такими сосулькоподобными, очень прямыми, без объема, без какого-то красивого изгиба. При таком же способе укладки на бигуди, волосы получаются у нас очень гладкими, очень блестящими, очень красивыми и ухоженными, но в то же время сохраняется такой живой объем, живой изгиб, живой блеск, и этот способ мне нравится гораздо больше. Если ваши волосы похожи на мои, они такие пористые, непослушные и торчащие в разные стороны, обязательно попробуйте этот способ, и вам, я уверена, что он понравится. Вот здесь, на этих кадрах, я уже на следующий день, и волосы, которые у меня на следующий день, мне нравятся даже больше. Они становятся еще более гладкими, еще более блестящими, и выглядят даже лучше, чем сразу после мытья. Вот такой вот способ укладки. Делитесь в комментариях, если вы уже попробовали такой же способ, как вам результат. Всем пока!